Наркотики БИЧ 21 века. Не существует безвредных таблеток смеси порошков. Все они токсично действуют на мозг и истощают психику, нервную систему человека. И, к сожалению, число зависимых веществами из года в год колеблется примерно на одном уровне. По официальным данным, то есть именно по тем людям, которые есть у нас в базе данных, состоящие на учете, по городу лица, страдающие от зависимости от наркотических веществ, это примерно в районе 200 с небольшим хвостиком человек. Если брать в целом по области, то это уже, конечно, больше, там около 600 человек. Но традиционно, понятное дело, превалируют мужчины, причем сильно превалируют, то есть в несколько раз больше мужчин. И это в основном взрослое население. Дело в том, что в случае выставления зависимости от наркотических веществ у несовершеннолетних, носят единичный случай, и даже не каждый год такое вообще бывает. То есть все-таки это больше проблема взрослого населения. В основном почему? Потому что даже если где-то и бывает, что подростки что-то пробуют, но это единичный случай, который еще не приводит к зависимости, кроме того, они просто не попадают в наше поле зрения. Здесь нужно обязательно учитывать такой момент, что это цифры тех людей, которые попали в поле нашего зрения. По разным данным, количество людей, которые злоупотребляют, скажем так, психоактивными веществами, но не попадают в поле зрения нарколога, обычно в разы больше. То есть по разным источникам, по разному. От нескольких раз до десятков раз. И точную статистику здесь, понятное дело, собрать невозможно, потому что эти люди вне нашего поля зрения. Чаще всего употребить наркотики в первый раз зависимых подбивали в компании во время вечеринки или дискотеки. И этот первый раз становится роковым. Зашел разговор в компании, что есть такие вещества, такие средства помимо алкоголя. И я спросила, ну вообще, какое состояние, какой эффект, что это вообще дает. И мне сказали, там, расслабление, хорошее настроение, хорошо себя чувствуешь, каких-то там сумасшедших состояний, ничего такого нету. И как-то я просто такая, ну, ясно, понятно. И потом проходит какое-то время, и так получается, что я узнаю знакомого, который, в принципе, со мной связан, который сейчас находится в определенном месте. И я первый раз, он меня и угостил. Детство, друзья, компания. И все, ну, когда я начинал, это еще, можно сказать, так было модно. Это было очень давно. Когда? 2002, может, 2003. Друзья принесли травки покурить. И все, вот так вот, чуть-чуть травка, травка, потому что дальше более тяжелые наркотики. С одного раза ничего не будет, да и становиться всегда успею, была бы голова на плечах. Примерно так рассуждает практически каждый начинающий наркоман. А наркотики с каждым годом становятся все опаснее, и уже во время первого употребления они могут сломать психику. За последние лет 30 сильно изменилась картина вот этого употребления. Если раньше в основном употреблялись эпиоидная группа, то есть тогда зависимость возникала очень быстро, то есть там эпиоиды, героин, то есть про них вот как раз и говорили, что можно подсесть прямо с первого раза. То сейчас больше идет в сторону веществ, которые оказывают психостимулирующие действия. И молодежи и действия больше нравятся, и прием этих веществ для них как бы кажется более безопасным, потому что не надо ничего не колоть, ничего обычно принимается или курица в виде таблеток, либо курица в виде смеси. Тем не менее зависимость они вызывают и очень быстро тоже, в том числе как психологическую, которая очень быстро формируется, потому что людям нравится эффект, этот прилив энергии, так и со временем физическая, в результате чего при попытке отказаться от веществ ты испытываешь дискомфорт уже в теле. Если же брать ситуацию именно по влиянию на здоровье, то здесь такая картина. Влияние на здоровье в принципе уменьшилось вред, если так посмотреть. Но это опять же очень относительно, то есть ни в коем случае нельзя расценивать это как то, что эти вещества не опасны. А вот влияние именно на психику, наоборот, стало более непредсказуемым, и поэтому так называемые бэттрипы или всевозможные психозы, они скорее, наверное, даже увеличились, и их разнообразие, и сама картина стала еще более яркой, нелепой, то есть опасной для употребляющих. Просто захотелось, вот как люди, не знаю, пробуют покурить, пробуют выпить алкоголь, попробовать новый коктейль, сходить в новый клуб, попробовать, там, не знаю, какие-то разные, наверное, разновидности секса. Так вот я решила попробовать, потому что у меня в жизни, ну, как бы почти до 30 лет, таких моментов вообще не было. Это было пару раз, там, с перерывами, там, 4 месяца, один раз полгода, ну, вот так вот, разово. Блюешь, не спишь 24 часа в сутки, у тебя постоянно поносы есть, ничего не можешь, у тебя, ну, в спине как будто, ну, наверное, лом там, круглится, ноги отекают, но ходить не можешь. Просто сходить в туалет, это для тебя уже такой квест, как будто бы, я не знаю, тонну песка раскрутить руками. Сколько ты можешь продолжать? Ну, около месяца, две недели, с отряд каких наркотиков по-разному. И сначала ты употребляешь, как бы, ну, тебе нравится настроение, там, все у тебя, как бы, хорошо, все становится, ну, хорошо. А потом просто, когда ты владеешь систему, все, организм уже требует. У тебя просто, ты уже есть не можешь, спать не можешь, ну, если ты не употребишь. И все, и ты ничего делать не можешь. Ну, надо же как-то на работу там ходить, туда-сюда, дела какие-то. Сколько было самая линейная ошибка? Ну, наверное, месяц, где-то около месяца. К сожалению, всем известные приметы, вроде расширенных зрачков, чувствительности к свету и так далее, уже не являются признаками наркомана. Врачи, с сожалению, говорят, что вычислить зависимого очень трудно, если только не застукали его с поличным. Никак. Невозможно определить до тех пор, то есть только косвенные признаки, которые обычно, вот и мы, милиция там рассказывает из расчета там пропадают деньги или наоборот появляется из ниоткуда много денег, что указывает нам, что человек торгует, и, вероятно, может в том числе и употреблять свой же товар. Ну, там на нахождение каких-то весов, пакетиков, но опять же, это может указывать на торговлю, а не на распространение, а не на употребление. А во-вторых, это еще найти надо, то есть это тоже определенный показатель того, что человек достаточно глупый, что он там шуфлятки все держит. Если же взять ситуацию, что человек живет отдельно, никак мы это не установим, если просто за руку не поймаем в тот момент, когда он находится под действием вот этих веществ. Но даже в этом случае не всегда понятно, что это с человеком происходит, потому что некоторые психические заболевания начинаются так же, как проявляет себя интоксикация наркотическими веществами. Поэтому иногда нужно понаблюдать за человеком, чтобы понять, что он что-то принял, или это у него начинается какое-то психическое расстройство. Особенно это касается подростков, которых там, ну, всякое может быть, там бросило девушкам, тяжело это перенес, и родители там, не зная этой подноготной, могут думать, что вот он какой-то сам не в себе, не иначе, как что-то употребляет. Оборот наркотиков в нашей стране преступление тяжкое и влечет за собой уголовное наказание. Даже если вам кажется, что вы просто заехали забрать закладку, вы уже вовлечены в оборот. Затем задержание, суд немаленький срок. После выхода на свободу контроль и рейды правоохранителя и адаптация. Мне написал парень вот этот, мы должны были с ним увидеться, потому что он сказал, ну, хотел меня угостить. Вот. И все, и он решил поехать, съездить. Я решила его подвести по доброй воле, по глупости. Вот. И он поехал, все сделал, все, что надо. Я находилась в машине. Мы приехали, и все, и в принципе, мы не дошли до его квартиры. На сегодняшний день в угловно-исполнительной инспекции Московского района города Бреста состоит на учете порядка 190 человек. К лицам данной категории применяются такие меры, как посещение по месту жительства, еженедельное посещение врача-нарколога, отметка у данного врача, также ежемесячные отметки у инспектора угловно-исполнительной инспекции. За пять месяцев 2024 года на территории Брестской области зарегистрировано 172 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 90 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрена ответственность Уголовным кодексом Республики Беларусь. За хранение наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. За сбыт наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена ответственность До 20 лет лишения свободы. Бывшие наркозависимые говорят, что вернувшись назад во времени, они бы не повторили этот путь. Все новые разновидности психотропов с каждой новой формулой становятся губительной, а последствия ужаснее. Поэтому лучше вообще не пробовать и не употреблять. А если вы уже столкнулись с веществами, начать лечение и саморазвитие. Последний вот эти альфа-ПВП – это вообще такая гадость жёсткая. Ну, это не просто, скажем так, даже вот я пробовал, ну, с толерантностью, ну, моей, как бы, ну, это гадкий наркотик, он выжигает очень сильно мозги, как бы, там, ну, идут. Непоправимые последствия. То есть, то, что, ну, там было, скажем так, раньше и сейчас, ну, это две, ну, две, скажем, разные стихии наркотиков. Сейчас вот эта, ну, химия пошла, она очень гадкая, она очень, ну, влияет на организм. И, ну, много у кого после этого альфа-ПВП, я, как бы, ну, когда сидел, очень часто встречался и так, ну, как бы, очень много знаю, клапаны на сердце перегорают. Это, ну, сразу у тебя грудь разрезанная, тебе делают операцию. Хорошо, что если тебя спасли, а так, как бы, ну, клапанов, ну, что же они постоянно, но они будут менять. То есть, вот, последние наркотики не очень сильно дают по организму. Я об этом жалела, я испытала абсолютно объемный спектр эмоций. Вот, ну, от начала до того, как я не хотела этого, ну, вообще даже ехать. Даже мы всем понятны вот этот момент, то, что вообще, в принципе, произошло то, что я попробовала. В любом случае, это мой опыт. Я уже с этого что-то для себя вынесла. Вот, я максимально ограничила свой круг общения вообще с любыми лицами, которые вообще как-то где-то я слышала или еще что-то. Вот, я максимально веду здоровый образ жизни. Я сейчас пропиваю целый курс витаминов определенных, аминокислот. Вот, занимаюсь спортом, своей любимой работой, ну, с детками у меня все хорошо, все отлично. Вот, мое состояние абсолютно стабильное, спокойное, ровное. По крайней мере, вот это время, которое я вот сейчас, вот, никакой тяги, желания, ну, прийти к тому состоянию у меня нет абсолютно. Потому что я сейчас максимально ушла в себя, в свое развитие, и умственное, и физическое, и духовное, я, как бы, и читаю очень много. Вот, у меня, естественно, поменялся круг людей, максимально просто развернулся в другую сторону, какой был до того, как у меня вообще это началось. Знаете, оно так вот, меняется круг, меняется все. И обратно, как бы, не те же люди притянулись, а намного даже лучше. Помочь в лечении могут и врачи Брестского областного наркологического диспансера. Лечение подбирается индивидуально, и в зависимости от случая это можно делать дома или в стационаре. Если человек уже попал на учет, он может обратиться сюда, к нам, на бесплатной основе, ну, я буду к психотерапевту, к психологу, и работать над этой проблемой. Если человек на учете не состоит, он также может обратиться на анонимных условиях, но он будет оплачивать свой прием. Ну, цены, прямо скажем, не зашкаливающие по карману любому человеку, у которого есть постоянная работа. По методам они подбираются под конкретного человека. Если бы был, ну, иногда вот люди приходят, там, или родственники приходят и говорят, только нам самое лучшее. Я говорю, так если бы было получше, зачем использовать то, что похуже? Говорю, мы в любом случае будем использовать то, что подходит человеку. Но все методы лечения полностью базированы на желании самого человека. Если желания нет, то помочь не представляется возможным. Ни принудительной госпитализации, ни уговоры, ничего невозможно. Пока человек не дойдет своей головой, что он хочет что-то изменить, ничего не будет. Из-за этого эффективность лечения сильно падает, потому что зачастую люди приходят не потому, что он реально хочет что-то поменять, а потому что его поймали за руку, у него угроза увольнения, от него уходит жена или там еще какие-то другие моменты. И поэтому такое желание поддельное, быстро выветривается и создает проблемы. Но тем, кто хочет, я скажу так, тем, кто хочет изменить свою жизнь, тем мы поможем, и они это точно сделают. Никаких проблем с этим не будет. Лечение начинается с желания выздороветь и помощи окружающих. Ее можно получить на горячей линии Брестского областного наркодиспансера 28 58 73. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели.